Постепенно. Видурам, видури, притя с любовью, ага, сказал, удава, удава, уцмаян, всеми этими воспоминаниями. Перевод. Спустя некоторое время великий предный Удава возвратился из обители Господа в мир, населенный людьми, и осушил глаза, в нем ожили картины прошлого, и, пребывая в приятном расположении духа, он стал отвечать на вопросы видуру, видури, комментарии. Далеко погрузившись в трансцендентный экстаз любви к Богу, Удава совершенно забыл о существовании внешнего мира. Даже находясь в материальном теле, которое, несомненно, принадлежит этому миру, чистый предный не покидает обители Верховного Господа. И поскольку он поглощен трансцендентными мыслями о Всевишнем, его существование проходит не на физическом плане. Желаю говорить с Удавой, желаю говорить с Видурой, Удава спустился в обители Господа в материальный мир, населенный людьми. Чистый предный сохраняет связь с Господом, даже находясь в этом брянном мире. Он приходит в материальный мир, как посланник Господа, чтобы заниматься здесь трансцендентным любовным служением, а не по какой-то материальной причине. В зависимости от состояния своего сознания, живое существо живет либо в материальном либе, в мире, либо в трансцендентной обители Господа. Процесс эволюции сознания живого существа описан в читании Чаретамрити в наставлениях Господа Шичтани Шри Рупи Гасвами. Так, жизнь за жизнью живые существа, населяющие различные вселенные, наслаждаются результатом своей кармической деятельности. У тех из них, на чьи доли выпала удача встретиться с чистым предным, может появиться вкус к предному служению. Так перед ними открывается возможность заняться им. Вкус является семенем предного служения, и тот, кому посчастливилось получить это семя, должен посадить его в своем сердце. Чтобы посеянные семена дали всходы, их следует поливать водой. Подобно этому, для того, чтобы в сердце предного зашлось семя предного служения, он должен орошать это семя водой слушания и повторения святого имени и посоветствований об играх Господа. Лиана предного служения растет при таком уходе, а преданный, выступая в роли садовника, продолжает орошать ее водой непрерывного слушания и повторения. Вырастая, лиана предного служения поднимается так высоко, что достигает границ материальной вселенной, минует их и дотягивается до духовного неба, и, продолжая расти, достигает галоки Вриндауна. Предное служение Господу, состоящее из слушания и повторения святого имени, приводит к тому, что преданный садовник, уже находясь в материальном мире, получает доступ в обитель Господа. Обычная лиана обвивает другое, более сильное растение. Лиана же предного служения, за который ухаживает предный, чтобы расти и крепнуть, обвивает лотосные стопы Господа. Окрепнув, лиана приносит плод, и ухаживающий за ней садовник наслаждается этим плодом любви, достигнув тем самым цели своего существования. Поведение Удовы свидетельствовало о том, что ему удалось достичь этого уровня. Оставаясь в материальном мире, он мог одновременно находиться на высшей планете Духовного Царства Бога. Поведение Удовы свидетельствовало о том, что ему удалось достичь этого уровня. Поведение Удовы свидетельствовало о том, что ему удалось достичь этого уровня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спустя некоторое время великий преданный Удова возвратился из обители Господа в мир, населенный людьми, и усушил глаза. В нем ожили картины прошлого, и пребывая в приятном расположении Духа, он стал отвечать на вопросы Ведоры. В этой части Шримад Бхагаватам это целый большой блок, описывается, как передавался Шримад Бхагаватам от Кришны. Он передавался Удове. Затем его услышал, параллельно Удове его услышал Майтрея Муни. Затем буквально вот в этой главе будет повествоваться о том, как уже Удова рассказывал Ведури о Кришне. Удова имеет очень интересное положение, уникальное положение имеет Удова. Удова, он как бы находится одной ногой во Вриндауне, другой ногой в Дварике он находится. Он не является Баржабаси, он родился в Матхури. У него был золотой цвет кожи, очень красивый. С детства, вот в предыдущих стихах, здесь прославлялся Удова, описывались его качества. И говорил, что с самого детства, будучи двоюродным братом, он медитировал на Господа, на Господа Кришну. Все время медитировал. И нет, нет, и долетали слухи, что Кришна убил одного демона, убил другого демона. И знаете, как мальчики любят играть в войну, и у них всегда есть какие-то герои для подражания, какой-то объект медитации. Иногда они так заигрываются, что из этого состояния их даже тяжело вывести. И точно так же Удова, он медитировал на Господа Кришну, думал о нем, и в нем вдруг стали происходить изменения, и его тело начало темнесть вдруг. Из золотого оно стало таким каким-то темноватым. Когда золотой цвет смешивается с таким цветом темного облака, он приобретает такой немножко даже зеленоватый облик. У Господа Армачандры такой какой-то вот. Когда смешиваются вот эти два цвета, золотой и такой синеватый, образуется такой зеленоватый цвет. И он какое-то время, через какое-то время, он стал темного цвета. Он и так был очень похож на Кришну. И в какой-то момент он стал даже цветом походить на него. И когда Кришна явился в Мадхуру, они встретились с Удовой и больше никогда не разлучались. Исключая обитателей Вриндавана, Удова считается самым возвышенным преданным, возвышеннее, чем все пандавы, даже возвышеннее, чем Видура, возвышеннее, чем Арджуна, возвышеннее даже, чем его родители Деваки и Васудева. Очень возвышенным был. И ему предстояло получить особое посвящение, особое посвящение Враджаваси Пхаву. И когда он отправился в Вриндаван, он получил... Это было примерно через два или через три месяца после убытия Кришны из Вриндавана. И этих двух-трех месяцев хватило для того, чтобы в Вриджаваси они уже на этот момент уже... Многие отказались от еды, от питья, начали уже высыхать. Дживагасами отписывают десять стадий развития любви. Идет сначала привязанность, потом человек начинает... Ходит постоянно, думает о своем объекте, объекте привязанности. И эта питья, она растет. В конце концов, на следующей стадии он начинает чувствовать очень сильную разлуку. И уже не обращает внимания на своих близких, на своих друзей. Представьте, идет ваш дорогой друг, и он вдруг о чем-то думает, вас вообще не замечает, хотя вы вплотную к нему подходите. Вот он примерно проявлял... Человек проявляет вот такие чувства. В конце концов, у него пропадает аппетит, он перестает есть. Потеря аппетита усиливается, ему даже не хочется пить. Он перестает есть, перестает пить. В конце концов, начинает вести себя как ненормальный, начинает вести себя как сумасшедший. Потом начинает высыхать. Начинает высыхать. И в конце концов, наступает эта высшая стадия смерти в результате этой притии. Или в результате этой любви. Вот здесь вот... В этом стихе, да, у нас есть слово прития. Это слово переводится с любовью. И прития, это имеется в виду... Прития – это не какая-то сингментальная любовь, или даже не любовь на начальных стадиях, на таких как Ручей и Асактии. Это уже развитая любовь, это уже прития имеется в виду. Любовь на уровне премы. И вот в этих стихах описано состояние, которое испытывал Удава в разлуке с Кришной. Когда Кришна пришел по той причине, что земля стала испытывать очень большое бремя от находящихся на ней кшатриев. Потому что кшатри, они очень сильные, им всегда нужно силу это куда-то девать. И они постоянно тренируются. Вот они с утра, у них такая садана, у них есть такие борцовые, борцовые или арены такие для воинов. И они там собираются и начинают сражаться, берут мечи, по несколько часов сражаются. Перед этим у них идет ОФП, общественная физическая подготовка. Они там по пятьсот, по тысячу раз приседают с камнями, потом отжимаются. Двое человек или трое садятся ему на спину, и он отжимается по тысяче или по две тысячи раз. Очень в таком темпе. У них этот пыл возрастается, они берут мечи и начинают сражаться. Но так или иначе, так как правило игры такие, что они не должны убивать друг друга, им хочется что-то посерьезнее. И тогда они, например, на эту борцовую арену выгоняют слона, и они начинают со слонов в рукопашную драться. И все равно слона им мало. И тогда они думают, все, надо воевать уже, невозможно, некуда девать силы. И они начинают, уже смотрят, они уже смотрят соседние государства, уже оценивают силы соседних царей, и выбирают себе достойного соперника. Потому что если выбрать слабого соперника, ну это же все равно, чтобы прославленному охотнику выйти в лес и охотиться с прекрасным луком и стырем за мышкой. Понимаете, ну просто позор какой-то. И поэтому они вот так вот сражаются. И так как в этот момент уже прошла вот эта битва на поле битвы Куркшетра, уже все кшатри, все демоны были убиты, и остались одни только ядовы. Потому что Кришна ядовов не вовлекал в эту битву. Потому что он знал, что просто все ядовы всех истребят, всех истребят и все равно останутся. И нужно было удовлетворить дух других кшатриев как-то. Тогда бы силы были очень-очень неравны. На самом деле у Кришны было несколько династий. Там были Бходжи, Вришни были и ядовы. И вот Бходжи и Вришни, они сражались. И вот как раз их-то Кришна и отдал Дурьотхане. Дурьотхана попросил его войска, но ядов он оставил. Ядовы были самым могущественным. И Кришна подумал, что вот ядовы, вот этот вот пыл воинственный у них растет, и они начнут искать соперников. И в это время в других семьях подрастали просто мальчики какие-то подрастали, юноши совсем молодые все были. Сыновья вот этих убитых всех кшатриев. Но они были совсем молодые, совсем юные. И эти ядовы могли уже даже их поубивать. Настолько их желание сражаться было сильным. Их, представляете, их лишили, их лишили сражаться на Курукшатре. Их лишили этого сражаться. Представляете, какая в них, в них просто все кипело и бурлило. И Кришна понял, что достойными противниками могут явиться только ядовы и ядовы. Все, больше никого нет. Даже полубоги, даже полубоги уступали ядову. Даже полубоги не могли с ними сражаться. И тогда он отправился на берег реки Сарасвати и начал думать, как же это произойдет, как же я это сделаю, как же ядовы уничтожат друг друга. И Удова, он постоянно испытывал разлуку с Кришной. Даже тогда, когда он находился во Вриндаване, он испытывал эту разлуку. И если бы он не испытывал эту разлуку, он бы вообще не понял бы обитателя Вриндавана. Никогда. Благодаря вот этой випроламбе, благодаря вот этой разлуке, он что-то понимал. Когда Кришна отправился на берег Сарасвати, Удова, находясь в дворике, опять же почувствовал эту разлуку. И он не мог выдержать эту разлуку, и отправился на поиски Кришны. Он отправился на поиски Кришны, и вдруг он увидел на берегу Сарасвати Кришну. И так как он очень любил Кришну, это знаете, когда двое людей любят друг друга, они очень глубоко понимают друг друга, и они не только читают мысли, они понимают малейшее изменение даже умонастроения, не то что мысли. И поэтому он сразу все понял. Он сразу понял, о чем думает Кришна. Кришна собирается не просто не просто уничтожить Ядовов, а он собирается еще и уйти, он все сам собирается уходить, вместе с Баларамой. И Удова подошел к Кришне. У него на сердце было очень-очень тревожно. Он понимал, что в ближайшем будущем ничего хорошего не будет. И он подошел к нему, на глазах у него стояли слезы. И Кришна, посмотрев на Удова, вдруг подумал, он же один из Ядовов. Из всех Ядовов Удову никто не сможет победить. Похоже, тогда придется мне его убивать или придется убивать Баларами. И мгновенно пришло решение, и он рассказал обо всем Удове. И он сказал, что у меня есть такой план, есть такой план, все Ядовы должны погибнуть. Из всех Ядовов, даже мы с Баларамой уйдем, никого не останется. Из всех Ядовов должен остаться ты. Ты один останешься. Ты один останешься и расскажешь всем о славной гибели Ядовов. Ты расскажешь всем о моем уходе. И затем в какой-то момент Кришна проявил четырехрукую форму. И в это время, как бы случайно, проходил мимо Майтрея, как бы случайно, но на самом деле не случайно, конечно. Проходил Майтрея, и он вдруг увидел Удову, который очень похож на Кришну. И увидел Кришну в четырехрукой форме. Это было очень интересное зрелище, было похоже, как будто Кришна встречается с Господом Нарайаной. Потому что Удова, он был вообще не отличен. У него было настроение, умонастроение Господа Кришны. В этом отношении ему даже Господь Нарайану вступал. И он понял, что перед ним стоит сам Господь. И Господь очень улыбался Удови. И Майтрея он как будто вообще не замечал. Не обращал на него вообще никакого внимания. Ячарьи говорят, это потому, что у Майтрея еще оставался вот этот дух манизма. То есть, он еще не обладал вот этой чистой предностью Шуда Бхакти. У него была смешанная Мишра Бхакти. У него была гьяна, гьяна Мишра Бхакти. Но с другой стороны, так как Майтрея был другом литературного воплощения Господа Кришны в Ясадевы, Кришна решил пролить на него милость и позволил ему услышать свой рассказ, тем самым очистив его. И после того, как Удова Майтрея выслушал этот рассказ, он уже стал беспримесным, чистым предом. И Кришна, когда принял вот эту форму, он в этой главе дальше будет рассказывать об этом. Он говорил, я на самом деле на заре творения я именно вот так вот выгляжу, вот в такой форме я выгляжу, с четырьмя руками. Вот из пупка моего вырастает лоцос, там появляется Брама. Я даю Браме знания. Он начинает творить вселенную. И Удова сказал, мой дорогой Господь, пожалуйста, поведай мне знания, которые ты поведал Господу Браме. И Браме Господь поведал всего лишь четыре шлоки, которые называются Чатуршлока. Это во второй песне Шимадбхагава, там эта Чатуршлока приводится в девятой главе, стих с 33 по 36, да? Вот он попросил, поведай мне. И Кришна уже как другу, он не просто дал ему четыре шлока, он ему уже дал большее знание, уже более развернутое знание он ему дал. Он ему рассказал о самом себе, рассказал, какие он подвиги совершал во Вриндаване. Он рассказал ему о подвигах в Двараке, в Мадхуре. В принципе, не было, не было надобности мне рассказывать, потому что Удава присутствовал при всех его подвигах в Мадхуре, начиная с того момента, как он сломал жертвенный лук Шивы, как он убил слона Кулавайпиду и убил царя Камсу. И до нынешнего момента он был свидетелем всех его этих игр. Вот он поведал ему знание. И таким образом Майтрея, он тоже все это услышал, и он получил, получал это знание. Но Майтрея по сути дела не получил полного знания обо всех играх Кришны. И поэтому Видура встречается не только с Удавой, он потом встречается и с Майтреей. И Майтрея дает ему знание о творении, о творении этого материального мира. Аудова ему дает знание о самом Кришне. Он ему рассказывает об играх Вриндауна. Тут глава называется «Воспоминания Господа Кришны». И это как раз здесь рассказывается об играх во Вриндауне. Рассказывается об играх во Вриндауне, которые Удава рассказывает Видури. А потом он ему расскажет об играх за пределами Вриндауна. И потом он уже получит философию. И вот таким вот образом Кришна объясняет Удаве, он говорит, что ты должен остаться, ты должен поведать это знание дальше. И Удава проявляет свою по милости Кришне, он проявляет такую двойную форму. Одну форму он проявляет во Вриндаване, и другую форму он остается в своей форме, в форме поклонения Кришне в духе Айшвари. Первая форма это поклонение Кришне в духе Майтхури или Прити или сладости, он проявляется в Вриндаване. И получив это трансцендентное знание, Кришна отправляет его в Бадари Кашам. И в Бадари Кашаме находится Кришна, проявленный в экспансии Нара Нарайна. И Нара Нарайна, Риши, они имеют определенную энергию, они обладают определенной энергией Кришны. Кто знает, какой энергией Кришны обладают Нара Нарайна? Риши. Да, отречением, Байраги. Они обладают, да, отречением. Вот. И Кришна отправляет Удаву, отправляет Удаву туда, чтобы он принял прибежище Нара Нарайны, Риши. И также Удава проявляется во Вриндаване, у подножья Гавардхана, рядом с Гавардханом. И там есть место, озеро, которое называется Удава-Кунда. И вот Удава-Кунде он проявляется как трава. Трава. Он на самом деле, он получил эту форму благодаря тому, что он очень искренне молился после того, как посетил Вриндаван. Он даже выражал свои мысли вслух Кришне выражал. Он говорит, что я на самом деле, мой дорогой Кришна, мой дорогой друг, я просто мечтаю стать травой во Вриндаване, чтобы чтобы Гопи, когда ступали, чтобы они ступали на меня и оставляли пыль со своих лотосных стоп. Я хочу нести на себе пыль со стоп Гопи, со стоп мальчиков-пастушков, всех обитателей Вриндавана. Даже пыль со стоп собак, даже пыль со стоп птиц, даже пыль со стоп маленьких насекомых. Вот такое смирение, такое смирение Удавы, такая вот мечта, и Кришна исполнил его мечту, и он проявляется таким вот образом во Вриндаване. то есть вершина предности, которую проявляют обитатели Двараки, это стать травой Вриндавани. Вот это вот эзотерический, глубинный смысл, как связаны, как могут быть связаны обитатели Двараки и обитатели Вриндавани. Вот Удава, он имеет вот такое вот интересное положение. И чему мы можем учиться у Удави? Кришна Кришна очень Кришна очень любил Удаву, и он любил его за то, что с одной стороны он был, конечно, великим воином, он был очень разумным правителем, великим политиком, он был советником самого Кришны. Первым советником Кришны был. Кришна обращался к нему за любыми советами. Ну, как правило, за какими-то простыми советами он мог обращаться к другим каким-то старшим в Двараке, чтобы они тоже как-то чувствовали причастность к Кришне. Потому что они бы были может быть немножко обижены, если Кришна к ним бы не обращался за советами. Но такие вот самые такие сокровенные, когда сокровенные думы одолевали его, он обращался всегда к Удове. Иудова, чувствуя ум и настроение, давал ему эти советы. Хотя, в общем-то, Кришна и не нуждался в этих советах. Потому что Кришна, Он знает все. Но, исполняя роль обычного человека, исполняя роль, Он делал то, чего хочет Кришна. Точно так же, как Господь Читани, Он иногда советовался со Сварупой Дамодаром или Арманандараем, с Харидасом Такуром. Даже с Урпой Госвами иногда советовался Господь Читани. И делая это, они таким образом выражают любовь своим предным, показывая всем остальным, что мой преданный, Господь показывает, что мой преданный обладает даже еще большим могуществом, чем я сам. Я сам даже обращаюсь к нему за советами. Это, с одной стороны, за что Кришна любил Удову. И, с другой стороны, Кришна любил его за то, что он обладал смирением. И только из-за того, что он обладал смирением, он его отправил во Вриндауне. Потому что во Вриндауне, не обладая смирением, невозможно жить. Так, как однажды один Дик Виджай, один ученый логик, он подарил, он покорил все, он покорил три стороны, он покорил три стороны света. Но это не значит, что он в Сибирь пошел, все в Сибирь покорил, всех сибирских логиков, покорил всех латиноамериканских логиков, всех африканских логиков. Нет, центр знаний находился в Баратаварше, находился на территории современной Индии, Пакистан, Бангладеш и так далее. Вот эта территория, и этот центр учености был всего мира. И поэтому не нужно было ходить до Северного Ледовитого океана, потому что ну кто там, кто там жили? Там жили и живут аборигены. Еще со времен Махараджи и Шхиры считалось, что во всех этих местах живут аборигены. Цивилизованные люди даже 5000 лет назад они жили только на территории Баратаварше. И поэтому достаточно было покорить всех ученых на этой территории и все, считай, что ты покорил весь мир. Ты покорил. И вот он уже был в Южной Индии, в Южной Индии всех пандитов покорил, уже был в Арисии. И он пошел на север, он пошел на север, он пришел во Вриндауне. И во Вриндауне в это время как раз Рупа и Санатана Гасвами они занимались написанием своих трудов, которые вы все знаете. Рупа Гасвами Бхакти Расамрита Синдху, Падышамрита, Лолита Амадова, Видат Амадова, Удавасандеш и так далее, Санатана Гасвами, Брихат Бхатамрита, конечно же, Хари Бхакти Вилас, многие другие произведения. И в это время Рупи Гасвами служил Джива Гасвами. Он был совсем молодым человеком. Ну, тогда было не больше 20, около 20 лет. Но он очень смиренно служил Рупи Гасвами. Он массировал и стопы, делал массаж, готовил ему просад. Он чистил перья, готовил чернила, чтобы тот писал, приносил ему бумагу, он служил ему таким образом, чтобы Рупи Гасвами был полностью погружен в написание книг и ни на что вообще больше не отвлекался, чтобы было полное погружение. Вот так он ему служил. И вдруг приходит этот Дик Виджай, он зашел такой гордый и Рупи Гасвами писал Бхакти Расамрита Синху в Теркадамбе. Теркадамба находится недалеко от Нандеграма. Совсем рядом можно пешком даже пройти до Теркадамбы. Очень сокровенное место мы в этом году были в этом месте. Нас очень хорошо приняли в этом месте. Я точно не знаю, в этом месте эта история была или может быть на Севакунже, где где находится Самадхи Рупа Гасвами. Ну так или иначе. Пришел этот Дик Виджай, когда он пришел, вот эта вот умиротворенная атмосфера сразу изменилась. Знаете, когда человек такой непрошенный гость входит, как-то все как-то меняется. Это все равно, что какой-нибудь оскорбительный материалист зашел бы и так призывительно на божества, сразу бы атмосфера изменилась. И точно так же атмосфера изменилась. И Джиго Рупа Гасвами заметил это, но он молчал, потому что присутствуют старшие. И он смотрел на реакцию. И Рупа Гасвами он сразу все понял, кто пришел. И он был настолько погружен в написание своих трудов, что он даже, у него даже не было желания отрываться, отрываться от написания этих трудов и как-то разговаривать. И он сразу бросил ему вызов. Бросил ему вызов. И сказал, я вызываю тебя на вызов. Все говорят, что ты великий ученый, самый великий ученый. Я бросаю тебе вызов на философский спор. То есть, это означало, раз он бросает вызов, что он должен делать? Нет, нет. Аргументы какие-то обычные. Нет, вот тот, кто бросает вызов, что он делает обычно? Какую-то аргументацию должен быть. Почему? Какой бы был? Ну, что ли? Он тот, кто бросает вызов, запомните, тот всегда задает вопросы. Тот, кто задает вопросы, он контролирует ситуацию. Он может такой, отсюда вопрос задать, оттуда, оттуда, откуда хочет. И он сначала задает вопросы, проверяет его так поверхностно, такой, знаете, это называется блиц. Блиц такие вопросы. И прощупывает его, где у него слабые места. Потом он находит слабое место и начинает бить туда. Бить туда. И в основном логики, они хорошо знают санскрит, и поэтому их вопросы, они вот именно связаны с санскритом. И он хотел его прощупать. И он не успел даже задать первый вопрос, уже приготовил какой-то вопрос, чтобы нанести такой пробный удар по Рупе Гасвами. Рупе Гасвами сказал, мой дорогой господин, я вижу, что ты великий, великий ученый, великий философ, великий логик, и не надо мне ничего себе говорить, я и так по тебе вижу, что никого нет во всех трех мирах, кто бы мог тебя победить. Вот, поэтому я сразу признаю поражение. Вот, и тут же сел санат на Гасвами, тоже он писал, наверное, Брихат Бхагаватам, говорит, я, говорит, присоединяюсь к своему брату, говорит, я, говорит, не стоит, тратить на нас даже время не стоит тебе тратить. Мы даже не хотим твое драгоценное время забирать. Вот, поэтому, поэтому, прими смиренно наше поражение. И Джива Гасвами сидел и думал, вот это да. Он не мог поверить, потому что он знал, что Рупа Гасвами мог просто его забить несколькими аргументами, сразу просто мог забить. Это все равно, что как мальчик начинает спорить с пандитом, и пандит говорит, ну, на каком языке мы будем говорить? Может, на санскрите с тобой поговорим? И мальчик. Вот. Он это знал прекрасно. Но этот пандит, он был, вот эта вот гордость, когда человек в своем сердце развивает гордость, оно, эта гордость, она затмевает разум. и разум становится очень слабым, и человек выглядит глупцом. Замечали, что человек, который гордится, поровно выглядит очень глупо. Как я один раз тоже был при случае, как один, один, один такой преданный, что-то там гордо рассказывал, и другой начал его прославлять и так очень-очень тонко, вдруг преданный почувствовал, что там скользит такая ирония, знаете, такая тоненькая ниточка, еле видная ниточка, ирония такая. Вот. И все это заметили. Но так как гордость его накрыла, покрыла гордость, он не заметил, и он вдохновился еще больше, начал прославлять себя. Вот это гордость, это гордость. И точно так же, и точно так же эта гордость, она, он подумал, ну все, победа. И эта гордость сразу выросла, эта гордость, стала еще больше. И тогда он, тогда он сказал, мне этого мало. Я хочу получить Виджай Патру. Виджай Патру это свидетельство, доказывающее вашу победу. То есть, это расписка такая, определенным образом она составляется. эта расписка. И в этой расписке ты должен показать свое ничтожество, написать, что ты вот ничтожный, неуч. А что вот этот пандит, он великий пандит, ты должен его прославить. И потом, в конце, это как вывод, я признаю полное поражение. И Рупага с вами, у него были, у него были приготовлены вот эти вот пальмовые, пальмовые такие листочки, знаете, они хранятся очень долго. Мы видели такие пальмовые листочки, были в Арисе, в библиотеке были. Этим пальмовым листочком было около, около 400 лет. Они, может быть, даже застали, Шимонанду Пандита застали эти листочки. Вот, он прям взял, у него тут чернила были, у него листочки эти под боком, все было, что писать. Он взял так раз, написал, пожалуйста, выдал ему, выдал ему документы, выдал. И Санат Гасоми, мне тоже дай листочек. Взял пальмовый листочек, расписался, подпись, как у Шила Прупада такую поставили, размашистую. Говорит, на, держи. И Джива Гасоми смотрел и так про себя подумал, это уже слишком. И он такой гордый, он гордый этот пандит вышел. И Джива Гасоми быстренько заточил ему, заточил ему перышки, все приготовил. И так потихоньку, потихоньку, потихоньку вышел. Потом он догнал этого пандита и сказал, уважаемый, секундочку. Тот остановился, удивился. И Джива Гасоми сказал, я просто смиренный ученик моего гуру Махараджа. И поэтому я тебе бросаю вызов, чтобы защитить честь моего гуру. Тот был удивлен. Уже Рупа Санат Гасоми, они уже такими, такие были убеленные сединами, уже были. А здесь стоял просто мальчик, это был их племянник. Он им в сыновья годился, они в два раза старше его были. Им уже было 40 с чем-то, под 50 лет им было. Вот. И они сели во Вриндауни, выбрали какое-то место, место, там. Это был, знаете, это был такой перекрестный спор. Один другому задавал вопросы, отвечал, потом другой. И в основном, в основном, в основном, вот этот пандит, он тянул, как бы, одеяло на себя, он тянул в сторону санскрита, в сторону санскритской грамматики. Это очень сложная вещь, санскрит. Знаете, можете взять какое-нибудь знакомое на санскрите слово, например, атман, или богаван, или брама, и открыть какой-нибудь словарь санскрита Амара Коша, например, и найти это слово, и там дальше идут значения. Одну страницу листаешь значения на слово атма, вторую, третью, столько значений, столько много всего. И они бились, и они бились семь дней, семь суток. Говорится, что они иногда даже про сон забывались, бились. Это был действительно ученый, санскритолог хороший такой. И на седьмой день была полная победа Джива Госвами. Джива Госвами полностью разбил. Не оставалось ни одного вопроса, ни одного аргумента. Все аргументы были разбиты. И причем он разбивал не просто, а он как бы на основе философии Бхакти это делал. И вот в этом его победа она более великая победа. Не просто он знал санскрит, конечно, он мог бы на уровне санскрита его разбить. Но он был преданный, поэтому он не хотел заниматься просто проджалпой. Так бы, если бы они просто какие-то там, это просто проджалпа была бы. И когда он разбил его, тот уже был вынужден принять Дживу Госвами своим учителем. И первое, что он сказал, дай сюда две Джайопатры. И вот ему очень смиренно поклонился, перепал к его стопам, взял пыль с его стоп и вернул вот эти расписки на пальмовых листьях. Когда Джива Госвами вернулся, он очень смиренно поклонился Рупе Госвами. Рупе Госвами был настолько поглощен написанием, но потом он что-то так подумал, что-то Дживы Госвами давно не было, где мой перекидной календарь? О, его семей не было. И он так смиренно сказал, он преподнес ему вот эти два листочка, Рупе Госвами говорит, что это такое? Это гуру Дакшина. И Рупе Госвами увидел, что это две Джайопатры, которые Рупе санат на Госвами отдали этому пандиту. И Рупа Госвами спросил, как это понимать? И Дживы Госвами очень смиренно сказал, для того, чтобы защитить честь моего гуру, долг ученика защищать своего гуру. И поэтому я вступил с ним в философский диспут, по вашей милости он совершенно гордился. По вашей милости, мой дорогой гуру Махараш, я одержал победу и я хочу вернуть вам эти расписки, потому что я не могу терпеть оскорбления в адрес моего гуру. И Рупа Госвами выпрямился, он сказал, неужели ты с самого начала не понял, что это мирской ученый, что это просто логик, у него нет ни капли бхакти, он просто знает санскрит. И ты потерял на него целых семь дней. Он намекал, что семь дней ты занимался ерундой, и семь дней ты не служил своему гуру. семь дней. Почему ты это делал? Похоже, я знаю, почему ты это делал. В твоем сердце появилась гордость. Ты захотел победить победить этого бандита Дигвиджая. А ты знаешь, мой дорогой Джива, что гордым нет места во Вриндаве. Поэтому немедленно покинь это святое место. Покинь Вриндава. Джива Гасвами был буквально поражен молнией. На глазах у него стояли слезы. Он поклонился группе даже Санатана Гасвами, на сколько Санатана Гасвами строгий был. А что дар речи потерял? Он просто не вмешивался в отношение гуру, ученика, у них там свои могут быть игры. И Джива очень смиренно вышел и он ушел. И он жил просто в лесу. Жил в лесу. И он жил как Мадхавен как Пармахам Самадхавен Дарпури. Он не просто сидел где-нибудь в деревне и ждал чтобы ему что-нибудь принесли. Нет, он в лесу был. И в лесу он повторял святое имя, он плакал, он взывал Урупа, Усанатана. И некоторые люди, обитатели Вриндавана и жители Вриндавана не услышали, что кто-то плачет. Кто-то плачет в лесу. И когда они пришли, там Джива, он уже много-много дней вообще ничего не ел. Он питался какой-то травой, сухими листьями питался. Он был вообще как скелет был. Они начали носить чапати. Роти. Это чапати у нас, где у нас в Бенгале чапати. Во Вриндаване роти такие толстые чапати. Они его носили. Вот и потом сказали Санатане с вами вот здесь живет похоже это обросший грязный не моется худой. Чем-то он похож на Дживу, на вашего Дживу. Смотри. Он увидел Дживу в таком жалком состоянии совершенно. Его невозможно было узнать. Знаете, когда все кожа обтягивает кости и глаза не такие. Глаза. А тоске знаете глаза какие? Они только глаза, больше ничего не видно. Они глаза такие. Вот. И он проникся состраданием к нему. Даже у Санатан на госвами сердце дрогнуло. Вот. И он пошел к Рупи госвами. И говорит, можно я твои труды почитаю? Они начали читать вместе труды. И там попадается слово Джива. И он начал ему задавать разные вопросы. Как там Джива чувствует себя в материальном мире и так далее. И потом задал следующий вопрос. Ну как там? Ну в конце концов. Ну как там насчет Дживы? Ну как там насчет Дживы? И так посмотрел не очень-очень внимательно посмотрел. И Рупа госвами все понял. Он намек понял. И говорит, да, кстати, ты не знаешь, а как там наш Джива поживает? Жива. И он ему все рассказал. И Рупа госвами простил его. И Санат госвами его привел из этого леса. И когда Рупа госвами увидел его, он его обнял. Они плакали оба, омыли друг друга. Омыли друг друга слезами. И на самом деле, на самом деле современные Ачарьи объясняют эту историю. Говорят, что на самом деле по сути дела Джива госвами поступил правильно. И он не вел себя как гордец. Он просто хотел защитить своего духовного учителя. Он вел себя правильно. Но чего хотел достигнуть Рупа госвами? Первое, что он хотел делать? Он хотел проверить его. Проверить его как он себя поведет. Здесь было два варианта поведения. Один вариант поведения, как он повел себя в действительности. И второй вариант поведения, он мне мог сказать, дорогой Гуру Махараш, я хотел просто защитить вашу честь. И все, это долг ученика. И все, мой дорогой Гуру Махараш. Но он не оправдывался. Не было никаких оправданий. И вторая причина, по которой Рупа госвами это сделал, он хотел просто прославить таким образом Дживу госвами, прославить его. И слава о Дживе госвами будет распространяться в ближайшие 10 тысяч лет. И вот таким вот образом, вот таким образом прославляется смирением перед своим духовным учителем. Если мы обладаем смирением перед своим духовным учителем, то естественным образом мы ведем себя смиренно, если это истинное смирение, мы ведем себя смиренно также с другими преданными. Если мы ведем себя смиренно с духовным учителем, но не смиренно ведем себя с другими ващнавами, то это называется не смирение. Или даже хуже того, это называется лицемерие. Здесь вот мы такие, а здесь мы совершенно другие. Смирение разрушает гордость. Гордость – это самая последняя нардха, которая остается в сердце, которая постепенно, до конца разрушается только на уровне прямой. Гордость разрушается. И вот эти две истории, Удава и Джива Госвами, они очень-очень связаны. И именно благодаря своим качествам, Джива Госвами, благодаря вот этой проверке, которую он прошел, которую ему устроил Рупа Госвами, после этого, после ухода Рупы и Санатана Госвами, после ухода Гапалбаты Госвами и Аргунадбаты Госвами, Джива Госвами стал Ачарей среди вайшнавов, стал Шикши Гуру, Дикши Гуру. Шимананды народам даст Акура. И он дал новый толчок, новую жизнь вайшнавам Ачаре. Новое направление, направление проповеди. Он дал сильный толчок в направлении проповеди. И народам даст Акур, Шимананда и Шинева Ачаре, они были величайшими проповедниками. Один был проповедником в Бенгалии, другой в Арисе, и третий во Вриндаване. Они были очень-очень мощными проповедниками. И они дали вот это новое дыхание, новый толчок проповеди, на котором мы тоже медитируем. Это были первые распространители книг. Шимананда, Шимананда Парабуум, Шимананда Пандит, народам даст Акуры, Шинева Ачаре. И отсюда пошла вот эта вот линия проповеди, пошла. После линии пошла линия проповеди. Харе Кришна, от меня остановлюсь. Может быть, какие-то вопросы есть? Да. А, вот любые вот такие подобные вопросы, они, в общем-то, вот так правильно или так правильно. Нужно исходить из умонастроения. Какое умонастроение у предного? Какое его внутреннее состояние у предного? Если в его сердце, если в его сердце есть гордость, он начинает оправдываться. И если вот рассмотреть подробно, подробно вот этот момент, так его детально разделить, когда он начинает оправдываться, то есть он, он хочет доказать, что я не виноват. Если мы глубже в корень посмотрим, то получается, что я не виноват вообще, я вообще не виноват. Даже я не виноват, потому что я даже здесь, в реальном мире, я не виноват. А кто виноват? Ну, понятно, кто. Понятно, кто виноват. И сразу же идет, сразу же идет вот такая вот глубинная философия, она начинает развиваться, эта глубинная философия. Философия, что я не виноват, виноват Кришна. Все вопросы к нему. Он кашу заварил, он пусть ее расхлебывает. И сразу же начинает вот эта гордость, как только идут оправдания, она начинает возрастать, эта гордость начинает возрастать. И дальше вот эта гордость, когда она возрастает, уже эго начинает смелеть, понимаете, уже смелеть, уже первый план с даром завоеван уже, все, смелеть. И начинает уже, уже преданный, уже готов даже спорить. И вот этот вот спор, он принимает такую интересную окраску. Сначала как бы, вот ему говорят, что он виноват, да, и он, как только он начинает оправдываться, он переходит на материальную платформу. И один из признаков материальной деятельности – это оборона. Вы помните, да? Оборона. Что еще там есть? Сон, еда, секс и оборона. Вот он сразу на этот уровень, на уровень обороны переходит, начинает обороняться. Потом начинает идти в наступление потихонечку. И потом уже, и потом уже начинает намекать, что я-то прав, а ты-то не прав. Я умный, а ты дурак. Вот к чему это приводит. Гордость растет еще больше. Вот оправдание к чему верет. Но если преданный смиренный, то у него и умонастроение, и умонастроение подобное. Он очень смиренно, он очень смиренно, он очень смиренно выслушивает, принимает это и делает, как ему сказали. Но если ему хочется объяснить ситуацию, если вот это желание осталось, объяснить ситуацию, то он просто через какое-то время выбирает такой удобный момент, когда, ну, по сути дела, по сути дела, он уже вот свою эту ошибку отработал уже. Отработал честно, смиренно, отработал, сделал выводы все. Потом он уже может как-то вот между делом объяснить эту ситуацию. Но я знаю, некоторые смиренные, преданные, они вообще никогда даже не объясняют эту ситуацию. Как только сразу начинаешь объяснять ситуацию, автоматически, автоматически ложное эго выпускает шипы, автоматически оборона идет. от обороны. Джива Госвами не оправдывался. И потом он никогда не вспоминал об этом. Никогда не говорил, что вот, Гуру Махараш, спасибо вам большое, но вот я хотел вас защитить. Нет, никогда они не возвращались к этому. Мы можем брать к примеру Джива Госвами. Еще в процессе? Да? Ну, тогда вот, я хотела по поводу вот ложного эго-колорежка поговорить. И как бы, где вот граница между ложным эго, да, когда где что-то говорят, и тем, когда тебя просто унижают, отмечивают, как бы, и ты это не понимаешь не от учителя, а от обычных людей, вот граница между ложным эго и тем, что ты хочешь поговорить, а отсутствие ложного эго или истинного эго, да, это это когда мы не считаем себя телом, мы не есть это тело. То есть вот эти оскорбления, вот эти оскорбления, мы не принимаем, ну, как бы, не принимаем насчет, мы есть душа. Душа, она чиста, она к этому отношению вообще не имеет никакого. То есть эти оскорбления, они, как правило, направлены к телу. Вот, например, выходим мы распространять книги, выходим, например, в вайшнавской одежде, и люди видят нас и начинают оскорблять. И преданное он не принимает в свой адрес, это просто телесная концепция. я не есть это тело. Эти оскорбления направлены на мое тело. Они не направлены на душу, потому что они не видят душу. Они не знают. Если бы они знали, что такое душа, они бы этого не делали. Поэтому они видят только оболочку, они видят только тело. Они не видят духовную природу. И поэтому он не принимает на свой счет. Один раз случай был в собрании преданных, и двоих преданных, таких старших преданных, их так очень, так вот, скажем, разобрали на все, на все, на все, на все составляющие. Это был просто тихий ужас. Это, знаете, это как вот есть такая смертная казнь в ведические времена была. Посадить на кол. Посадить на копье это такая более достойная смерть. А кол даже оружием не является. Кол, он и в Африке кол. Сажают на кол. И она тоже, эта казнь есть. Кол смазанной ги и не смазанной ги. Так вот это мне напоминало кол не смазанной ги. Мне это все напоминало. Но эти преданные, они так смиренно себя повели, очень смиренно повели. Они сказали, да, да, вы правы, вы правы. И вот это вот смирение, оно их прославило. Просто они из как бы вот такого невыгодного положения, казалось бы, невыгодного положения, они просто увидели Кришну, они увидели Кришну, они увидели, что Кришна устроил устроил эту ситуацию. Вот они увидели, за всем этим Кришну увидели. И они через этих предных поблагодарили Кришну. И Кришна был очень-очень доволен. Очень доволен. И Кришна дал им очень-очень много благословений. Очень много. И обычно Кришна, вот он предных, когда хочет прославить, это его, я открываю карты Кришны. У него есть карты, он прячется, ему не за что, Кришна. Но на самом деле карты можно подсмотреть иногда. Его карты такие, он часто устраивает такую ситуацию, он создает сложную ситуацию, в которой кажется, что тебя просто хотят унизить, тебя хотят уничтожить, хотят раздавить. И это, бывает, что это очень серьезное испытание. И Кришна наблюдает, как мы себя ведем при этом. И если мы проявляем смирение, смирение, причем Кришну не только внешне смотрит, он еще в сердце залезет, в сердце посмотрит, как он себя, в сердце еще, как он, в сердце что у него там, как он себя, от сердца это или не от сердца, он посмотрит. И если, если предный это искренне очень делает, Кришна очень доволен, дает ему всем благословения, дает. очень часто такие. Какого-нибудь были такие проверки? Кришна часто на самом деле, вот сейчас. А, были? Были. Кришна часто устраивает такие проверки. Сначала так, не сильно, потом посильнее, потом как, шарахнет. И вот нужно, знаете, вот, она читание про рыбу мне показывал. Вчера видеофильм, такой ролик показывал, такая камера, камера, ну камера просто, знаете, охранная камера, такая черно-белая. И люди вот так вот ходят. И, представляете, идет человек, идет дождь, и прям камера снимает, как в него попадает молния, прям бух. Сейчас к вам очередь пойдет. Прям молния. И он прям падает, прям видно, как молния в него входит. Ну, знаете, не шаровая, а такая вот эта вот молния, которая бьет. И он падает, и мокрое место. И мы все думали, что это за мокрое место. Так и понять не могли, что это за мокрое место. И потом он встает, так, немножко как пьяный, встает, дальше идет, делает несколько шагов, шагов 10-15. И снова молнию убьет. Представляете, законы кармы, как действуют. И потом он все равно встает и идет. Она на читании меня спросила, как это говорит пословица, пословица, пословица. Раки Кришна Марике, Маре Кришна Раки Ке. Если Кришна кого-то защищает, можно писать, можно там сделать внизу бегущую такую строку. Реи Кришна, Реи Кришна, Кришна Кришна Кришна, Реи Кришна. Даже молнии не убивает. Ролик можно сделать. Как молния, может поразить, как молния. И нога Кришна, как молния, и ты даже не понимаешь, что происходит. Но если внутри есть смирение, то все понимаешь, что это Кришна. Если смирения нет, то не понимаешь, что это Кришна. Поэтому, когда с нами случаются такие вещи, это говорит о том, что мы уже похожи, близки к тому, чтобы видеть Кришну везде. В любой момент, в любой самый неожиданный момент, мы можем понять, что это Кришна действует. Уже пора заканчивать. Уже пора заканчивать.